Всем привет! Сегодня 30 апреля, Московская область. Хочу вам показать теплицы. У меня их две, они обе стеклянные. Это теплица перечная, огуречная. На двух крайних грядках я выращиваю сладкие перцы, посередине огурцы. Как видите, стены теплицы я уже закрыла тонким укровным материалом. Это номер 17. Каждый год так делаю, притеняю. А снимаю его, когда уже начинают созревать плоды. Ну и, как видите, уже высадила рассаду сладких перцев. Высаживала я 28 апреля, а семена перцев я высевала 15 февраля. Не показывала, потому что делала все очень быстро, не до съемок было. Я, собственно говоря, каждый год делаю одно и то же. Значит, лунку выкапываю, закладываю туда сапропель. Две горсти биогумуса. Очень хорошо поливаю и высаживаю рассаду. Минеральными удобрениями я не пользуюсь ни на стадии рассады. Никогда высаживаю в теплицу. Ну и вообще я их не использую. Я считаю, что нет нужды урожая и без них довольно-таки хороший. Вот такая у меня высадка. Хорошо проливаю. А проливаю я водой, в которой растворяю фитоспорин. Здесь небольшим тонким слоем я закрыла голую землю. Это перепревшая конская подстилка. Не люблю, когда земля голая. Ну, а потом уже сейчас пойдет трава. Возможно, я сегодня уже буду косить. Дождя пока нет. Трава высохла. И, наверное, покажу. Оставлю немножко траву подвялиться. И тогда уже тонким слоем постепенно я укрываю, уже эмульчирую землю. Вот таким образом. По краю высажен рассадой. Выращен это салат Мишутка. Посмотрите уже, какие хорошие розетки у него. По одному, где-то по два высаживала. Довольно крупная, маслянистая, очень вкусная, не горькая листва. Замечательно получается. Так, ну и с этой стороны тоже сладкие перцы. Я перцы стараюсь высаживать по сортам. Или это если гибриды. Допустим, если 4 одного сорта, я их вместе и сажаю. Толком еще не подписала, но в плане, видите, еще пакетки оставила. Каждый перец не подписывала. Никогда было. Ну и здесь по краю у меня тоже рассада. Я высаживала шпинат. Тоже очень хорошие уже розетки. Вот так. Там с краю у меня посеян укроп. И вот этот. Еще как-то сильно забыла. Так, посередине, что у меня здесь растет. Это лук зеленый. Тоже высаживаю все по краю, чтобы когда высаживаю, допустим, здесь огурцы, мне не мешала эта вся растительность. Здесь высевала редиску. Смотрите уже, какие корнеплоды хорошие. Я думаю, дня 4 и можно уже срывать. Такая редиска замечательная. Тоже высевала, пыталась разрежена, чтобы корнеплоды хорошо нарастали. А здесь же у меня опять вторым оборотом высевала это шпинат и вот салат Мишутка. Вот таким образом я сею в ящики, а потом рассаживаю. Так замечательно все получается. Но здесь у меня это горошек. Хочу его посадить в теплицу, посмотрим, как пойдет. А это рассада уже огурцов. Я высевала ее в пакеты, в рассадные, пол-литровые. И вот уже такие огурчики хорошие, с одним настоящим листом. Вот будет два настоящих листа, и я буду высаживать уже в эту грядку посередине. Бархатцы тоже великолепно выглядят. Кстати, капусту, брокколи тоже высевала в такой рассадный ящик. Я уже высадила в открытый грунт. Но здесь немного еще салата. Цветы все занесла с улицы, потому что у нас резкое похолодание. Днем еще ничего, но холодный ветер и очень сильные дожди. А ночью, конечно, и 0 градусов очень холодно. Занесла все цветы в теплицу. Дальше вам еще покажу. И что у меня здесь еще сеяла, я вам говорила. Это кабачки и цукини для открытого грунта. Но пока еще ничего не взошло. А здесь уже всходит тыква. Вот она. Потихоньку-потихоньку всходит. Тоже в пол-литровые рассадные пакеты. Так, ну, поливала я уже сказала. Здесь у меня стоит 200-литровая бочка. Она за день, в принципе, нагревается. Вода такая, прям, комнатной температуры. Здесь прям растворяла фитоспорин и проливала. Практически на высадку перцев сладких у меня ушла практически вот эта полная 200-литровая бочка. Междуряди у меня замульчирована щепой. Вот так выглядит теплица, перечная, огуречная. Ну, и теперь давайте я вам покажу еще томатную теплицу, потому что я ее тоже засадила 28 апреля. Ну, а в этой теплице я выращиваю высокорослые томаты. Как я уже сказала, тоже высаживала 28 апреля. Выглядят они хорошо, приживаются, постоянно дают пасынки в очень большом количестве. Я сразу не подвязываю, подвязываю примерно через 2 недели. Когда рассада приживется, уже конкретно я увижу, что все хорошо, тогда я их подвязываю. Некоторые томаты уже дают бутоны. Вот цветочная кисть образуется. Здесь 3 грядки засажены высокорослыми томатами. Междуряди замульчированы тоже щепой. А сами грядки я мульчирую соломой. Я это делаю каждый год. И мне именно на томатах в качестве мульчи нравится солома. Здесь же у меня в контейнерах высажены острые перцы. Вот они. Замульчированы конской подстилкой. Высаживаю по 2. Это 16-литровые. Это 26-литровые, поэтому 3 штуки посадила. Чуть-чуть обгорели, но ничего, уже приживаются. Вот тоже. Это все острые перцы. А здесь у меня запасная рассада и перцев, и томатов. Это на всякий случай. Если не пригодятся, то я это все отдам. Вот тоже острые перцы посадила в горшки. Это большой горшок. Это маленький один посадила. А здесь у меня в 36-литровых мягких контейнерах растут баклажаны. Я их высаживаю по 2 штуки. Вот настроится погода, я их уже буду выносить. Ну, здесь тоже вот они, бутоны. Высаживала я их, по-моему, показывала, наверное, недели-две назад, поэтому они, видите, как шикарно выглядят. Так как на улице, особенно ночами холодно, я все цветы калибрахоа занесла в теплицу. Вот. Тоже цветет. Вот такая красота. Красота небольшая, но до высадки она еще подрастет и будет самое то. В лунку, посадочную яму, я закладывала все то же самое, что и перцем. То же самое буду закладывать и когда буду высаживать огурцы. Но еще к огурцам я делаю побольше посадочную лунку и добавляю конский навоз. Вот. Тоже бочка стоит 200-литровая. Вот на высадку все рассады у меня ушла полностью эта бочка. Я прям тоже здесь растворяла фитоспорин и проливала. Мульча потихоньку слеживается, солома уходит в землю. Я в течение еще сезона подкладываю сюда. Во-первых, это сейчас дополнительное тепло. Во-вторых, меньше испаряется влага и земли. Ну и, конечно же, практически не растет сорняк. Я все мульчирую. Что в цветниках, что в теплицах у меня все замульчировано вплоть до проходов. Я люблю более натуральные материалы в мульче. То есть не люблю, когда, допустим, щебень насыпан в проходы или плитка выложена. Я люблю, когда вот именно натуральные. Это хвойный пат или щепа, или солома, или скошенная трава. Земля съедает это потихоньку. Подкладываю дальше и все. В общем, удобряю не только грядки, но и междуряди. Подписала я здесь. В этом году у меня тоже из-за нехватки времени на каждый куст нет возможности привязать бирку. Поэтому я вот, видите, шпажку поставила. В фикс-прессе когда-то лет 6 назад покупала. И вот здесь номера у меня подписаны. Я их снимала с рассадных пакетов. И здесь фиксировала на этой палочке. Пока вот так. А может так и останется, потому что времени, конечно, нет. Вот, в принципе, все. Здесь, смотрите, тоже перцы. Это острые, какие красивые, с черной листвой такой. Новинка никогда не выращивала. У меня в этом году 4 сорта горьких перцев. Решила побаловаться в этом году, посмотреть, какие вырастут. Ну, больше для декоративности, наверное, мы в таком количестве перец не едим. Ну, а цветы я буду высаживать, конечно, после майских праздников. Потому что холодно, кашпо большие, их таскать неудобно. Легче перенести в этих маленьких кашпо, в теплицу занести, чем тащить большое кашпо. Поэтому не высаживаю. Попозже буду высаживать. Ну, вот так выглядит теплица. Томатная. Да, баклажаны прям все дают бутоны. Вот они, красавцы. Рассада была больше. Вот здесь пустой проход. Три ящика еще была рассада. И я сегодня утром уже отвезла человеку. Вот так вот. Бочка с водой у меня здесь стоит до тех пор, пока не нормализуется погода теплая. Тогда я уже поливаю напрямую из колодца рассаду. Но пока холодно, вода леденючая, поэтому в бочке греется. Ну, и затем эта бочка отсюда уйдет и будут уже свободные проходы. Пока все заставлено. Ходить очень неудобно, но это все временно. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал, заходите в телеграм-канал, тоже подписывайтесь. Я вам буду очень рада. Всем пока!